Продолжаем изучение Мишны, трактат Шаббат, 13 глава, 6 Мишна. Говорит святая Мишна, «Цвиши нихна слабайт венааль эхад бефанав, венааль эхад бефанав хаяв, налушнаим птурин, ло яхол эхад лин ооль венаалушнаим хаявин, варабишим он потет». Мишна продолжает здесь разбирать законы работы цад, ловли. Запрещено в Шаббат ловить животных, зверей и птиц. «Олень, который зашел в дом и запер одним за ним, один человек запер за этим оленем, обязан». В прошлом Мишне мы говорили про ситуацию, когда человек гнался за оленем, загнал его в дом и запер его в доме. Понятно, что это ловля. Почему? Потому что то, что олень попал в то место, где он запер, это тоже сделал тот же самый человек. Но если олень сам зашел по своей воле, и человек только закрыл дверь, он вообще олень не трогал, вообще никак на него не влиял. Он только перекрыл ему путь к отступлению. Так в этом случае, говорит Мишна, тоже это будет запрещено по Торе. Даже просто повернуть ручку. Вроде бы ничего такого нет. Тем не менее, это будет запрета Сторой. Почему? Потому что теперь олень был не пойманным, он был свободным, а теперь он стал пойманным. Значит, тут на самом деле есть споры и шиньи между Веройнем и Рамбомом. Рамбом говорит, что то, о чем говорилось в предыдущей Мишне, это Авмалаха, это отец работы. А то, о чем говорится в этой Мишне, это Тулада, это порождение. То есть отец работает только если ты загнал и заперт. А если ты только заперт, это только порождение. То же самое, если, например, птиц ловит. Если ловушка для птиц птицы сама зашла под ловушку, ты только дернул за веревочку, и она захлопнулась. То же, по-моему, это будет запрет Сторой, но порождение, а не отец работы. И Рэйм с ним спорит, он говорит, что и то, и другое, это отец работы. А почему Мишна два примера приводит? Просто показать, в прошлой Мишне говорилось только про то, как обычно бывает. Олени обычно сами в дома не заходят. Отец работы, Авмалаха, связан с постройкой храма. А какая ловля? Вы задаете здесь вопрос, чтобы ответить на него, нам нужно пару часов, как минимум, чтобы начать разбираться. Что такое Авмалаха и что такое Тулада, это большой спор. Мой вопрос гораздо проще, я так глубоко не могу. Я не умею так глубоко. Как связана ловля с строительством храма? А, как связана ловля, да, мы вчера про это говорили. То, что, поскольку нужен был пергамент, на самом деле, при строительстве храма, если вы уже спросили, то я скажу более дальше немножко, чем мы вчера сказали. При строительстве храма не нужен был пергамент, но нужны были кожи, которыми переносной храм, там были покрыты разными, рот Элима, рот Тхашим, да, кожа Элима, Тхашим. Прекрасно, чтобы снять с животного кожу, для этого нужно его поймать, да, оно само не разденется. Вам не понадобится двух часов, это две секунды хватило. В этом все задачи сделать сложного, простой. Значит, идем дальше. Говорит Мишна, заперли двое, они освобождены, не обязаны перенести жертвоприношение. То есть, если было два человека, заперли одну и ту же дверь. Почему? Потому что учатся истории, это в Гмаре приводится, Двое, которые сделали одну работу в шаббат, они не обязаны, они освобождены. Тут, через законы жертвоприношения хатат, написано Если человек согрешит, непреднамеренно, когда будет делать, и здесь сложно по-русски точно перевести, Ба-ас-ута, это глагол в единственном числе, если та самая душа будет делать, да, если это слово перевести. Отсюда учатся, что если та самая, то есть, это будет делать один человек, но не два, Потому что это слово Ба-ас-ута, но и без него можно было обойтись. Так учатся отсюда, что двое, которые сделали, они освобождены. То есть, два человека, которые делают одну и ту же работу. Можно без шага, почему бы задон, где бы оттуда. Не важно, да, все то же самое. Если не преднамеренно, то освобождены от жертвоприношения хатат, принесение жертвоприношения хатат. А если преднамеренно, плюс два свидетеля, плюс предупреждение, плюс эндрин, тогда освобождены от смертной казни. Значит, говорит Мишна, не мог один из них запереть, и заперли двое обязаны, а рабешим он освобождает. Значит, если была такая тяжелая дверь, такой, это был бункер, в котором он запер оленя, да, и это была такая тяжелая дверь, что один человек не может ее сдвинуть. Нужно было, чтобы два человека толкнули эту дверь, иначе не хватило бы сил. Тогда, говорит Мишна, они освобождены, они обязаны, да, хотя если легкая дверь двое заперли, освобождены, тяжелая дверь, которую один не может, обязана, рабешим он освобождает. В чем спор? Спор заключается в том, что, по-простому, да, давайте, автор Мишны, да, мудрецы то, что говорят, что если мы учим, поскольку этот закон, шнаймши асо, аптурим, двое, которые сделали, они освобождены, он не такой простой, потому что по логике вещей, почему бы нет, почему бы их не обязать, какая разница, один сделал или двое сделали, каждый из них сделал работу, да, в итоге олень был не заперт, теперь он заперт. Так объясняют, почему, потому что если мы толкуем что-то, что не очевидно, то мы толкуем только необходимый минимум, да, а необходимый минимум, это когда один человек сделал одну работу, да, но когда два человека сделали одну работу, это уже более сложная ситуация, нам неоткуда взять доказательства, что они тоже не будут обязаны. Раби Шимон, он учит вопрос толкования Торы, он находит два источника для этого закона, для толкования для этого закона, у него другая традиция была, и поэтому он говорит, что они освобождены, потому что один из них пришел освободить, если один человек сделал одну работу, а второе место из Торы, откуда учит Раби Шимон, пришел освободить в том случае, если два человека сделали одну работу. То, что интересно, на самом деле, если кто-то из нас немножко повторяет то, что мы учим, да, то вспомним, что в 10 главе пятая Мишна говорила в точности тот же самый закон, и там был точно такой же спор Раби Шимона и мудрецов, там говорилось про буханку хлеба, да, что вдвое, если вынесли буханку, освобождены, но если была такая большая буханка, да, которую один человек вынести не может, то тогда двое обязаны Раби Шимона освобождают, да. Зачем Мишна еще раз приводит тот же самый в точности закона касательно другой работы? Я видел красивое объяснение, Тиферат Исраэль объясняет, то, что, в чем разница, потому что если есть большая буханка, которую один человек вынести не может, а могут вынести только два, то можно эту буханку разрезать пополам, и тогда каждый из людей сможет вынести пол буханки, и будет целая работа. То есть там тот случай, когда можно теоретически эту работу разделить на дверь, чтобы каждый сделал, и тогда каждая половина будет не половиной, а целой работает, да, то есть это целая половинка буханки, да. Но здесь ситуация с дверью, когда дверь, она, и ты ее не разрежешь, да, на любом случае, или один человек может ее закрыть, или не может, если не может, то нужно двое, так эта Мишна пришла добавить здесь на тот закон, который указан выше, но тем не менее, на самом деле, этот ответ он не исчерпывающий, он просто красивый, можно на досуге поискать еще ответы. Спасибо большое, хорошего всем дня. Спасибо большое.